Я без всякой охоты позирую Володину и Женину, поскольку я перед этим бросил косой взгляд в зеркало и увидел старую облезвую армяно-евреевскую обезьяну, лысую, беззубую, шамку еще, ну и так далее, и так далее. Ну что ж, поплачь и разрядись сполна, ой, эти слезы, причитания, ахи, твой скорбный плач похож порою на плач Ярославный или Андромахи, заплачь, смывая напрочь макияж, еще бы, опоздала электричка, Куда-то задевалась косметичка, подруга-стерва, ухажер-алкаш, заплачь, а повод ты потом найдешь, виновника отыщешь и подавно, и вот ты безутешно слезы льешь, как Андромаха или Ярославна, Хоть не видать и признаков туги, но эти слезы женщинам не вновь, равно они обильны и горьки, пути в Литрои, Лондоне, Ростове, Залейся, возрыдая на всю страну, истошно с истерическим подмесом, пятно на блузке, милый муж в плену, или сражен свирепым огелесом, поплачь о том, что не тому дала, что накануне дом не прибрала, поплачь о том, что мама родила, а то со зла, из зависти, из мести. А может потому, что жизнь прошла, но что ж душу, тогда поплачем вместе. Нет, ребята, вы бы нашу замечательную сторону, и наш Ростов не узнали бы, наверное. То есть, Леня, ты говоришь, что только в худшую сторону все идет, никаких просветов нет. Ну и так, в худшую сторону, то, что можно все говорить, если есть какие-то деньги, то все печатать. Вот, это можно. Тебя не схватит за анекдот. Всю жизнь мы жили под страхом решетки. Теперь этого нет. Меня никто не обворует, потому что мои дни, как выяснилось, тут ничего, продать, вот сдать магазин, как раньше, на бутылку там или что-то. Ничего нельзя. Леня, ну сейчас ты считаешь, более скучно для тебя, скучное время для тебя. Нет, ну видишь, я на биологии все-таки, я, почтенный господин, мне стыдно сказать, сколько мне лет. 68 лет. Это ж дико много. Женщины тебя по-прежнему любят. Ты говоришь о внешности. Я, например, не вижу у тебя, Эзиан. На вид ты выглядишь, ну, 45-50. Нет, молодец. Все это было мило, если бы ты меня не запечатлевал в это время. А только голос, чтобы звучал, да? Голос, чтобы не звучал. Нет, нету голоса. Разбитый. Нет. Ну, это частично от Канделя тогда. Ну, а потом от беззубости, от старости и тому подобное. Главное свойство наших письменников, они же дико завистливы. Дико, чудовищно. Вот, собственно, их ненависть ко мне связана с завистью. Причем, какой завистью? Мелкотравчатой. Они завидуют, допустим, не потому, что я там на 5 копеек лучше могу их рифмовать. А вот появилось что-то там в новом мире. Это, им кажется, чудовищно несправедливость. За что? Их не печатают, конечно. Ну, никогда вообще нигде в столице. Ну, я это, мою удачу приписываю исключительно. Удача. Мы встречали художников, и они хотели тебя нарисовать. Ну, боже мой, ну пусть пойдут и нарисуют орангутанков зоопарки. Это одно и то же. Ребята, мне бы хотелось сказать много нежности. Ваш адрес. Вот. Ну, какой-то, видимо, если сентиментальный, то сцедливо сентиментальный. Я вас очень люблю, помню всех. И надеюсь, что обстоятельства сложатся так, что мы еще увидимся. Недавно был разговор, что я формально имел возможность, но кроме Израиля, поскольку мама моя, Суцилия Львовна, Нахман, по той же причине, то есть за мамой я могу и в Германию уехать, где у меня тетушка. Но лишиться языковой среды, друзей, вот этой квартиры, где я прожил всю жизнь, книг, конечно, неизбежно. Вот этого маршрута за Килькой и Портвейном наугах, за рассыпными сигаретами, потому что остальные очень дорогие. Ну вот, все, пленка заканчивается. Все, мы заканчиваем. Ну, всего доброго, ребятки. Спасибо.